Здравствуйте! Приан.ру и Приан.инфо, интернет-порталы зарубежной недвижимости на шести языках, представляют выпуск актуальных новостей. Сегодня говорим о Кипре, Турции, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и Грузии. С Кипра пришли цифры за первый квартал. Число сделок неизменно, но больше стали покупать сами киприоты, а вот иностранцы, соответственно, меньше. Доля в общей статистике сейчас немаленькая, около 40%, но за этот год она сократилась примерно на 5%. Вообще, когда свои покупают больше, это хорошо, но рынок Кипра, очевидно, по-прежнему очень сильно зависит от приезжих. Напомню, прошлый год был для рынка отличным, превосходным, рекордным за 16 лет по числу сделок. И рост цен за последние три года они выросли на 30%, это логичное следствие ажиотажа после многолетнего затишья. Да, годом раньше иностранцы покупали еще активнее, но так ли это критично? 1450 сделок с иностранцами за три месяца, более тысячи с гражданами не из ЕС. Это цифры не роста, но стабильности. Еще два примечательных факта. Граждане из третьих стран все больше покупают не в Лимассоле, а в Пафосе. Сделок в этих городах именно с иностранцами было примерно поровну еще в прошлом году. А сейчас более дешевый, но традиционно примечаемый в первую очередь англичанами Пафос и вовсе стал самым популярным. Наконец, по относительным показателям резко вырос спрос на Никасию, более чем в полтора раза. Впрочем, это пока еще правильнее объяснять эффектом низкой базы, ведь счет идет на десятки покупок, не более. Турецкий портал Emlak Kulisi оценил текущие арендные ставки на лето в самых востребованных регионах страны. Эти данные очень интересны, потому что краткосрочная аренда в Турции сейчас чрезвычайно затруднена. Мы же помним про действующий с начала года закон. Можно уверенно говорить, что предложений будет много меньше, чем год назад. Вообще не очень понятно, а как этот рынок реально будет функционировать. Так или иначе, эксперты фиксируют резкий рост ставок аренды. Летний домик в Бодруме. Диапазон в зависимости от размеров и качества жилья от 1230 до 3700. Вилла не менее 6000 долларов в месяц. Меблированная квартира в центре Анталии. Средняя цена около 1500 долларов. Квартира в Кимере от 1380, аренда дома от 5000. Самая неопределенная ситуация с Мерсином. Сейчас цены не очень велики, но тут следует оговорка. Город становится все более популярным у туристов, и цены наверняка продолжат расти буквально в ближайшие недели. Россияне переориентировались с рынков Ближнего Востока на Юго-Восточную Азию. Как вам такое утверждение? Тем не менее, в последние недели про это говорят представители компаний, работающих на российском рынке, а дубайские девелоперы с грустью рассказали об этом изданию Arabian Business. Наблюдение важное. Интересен сам факт его появления в столь уважаемом издании, то есть влияние российского спроса на данных рынках заметно. Но вот само утверждение, оно мягко говоря, не бесспорно. Преанализирует ситуацию по своей статистике, и я бы сформулировал происходящее так. Это не переориентация, а возвращение к естественному спросу. Аналитика забывает про недалекое прошлое. 22-й год, особенно вторая его половина, и начало 23-го, время бешеной активности россиян на Ближнем Востоке. Сначала в Дубае, потом в других Эмиратах, а теперь нам предлагают и Оман, и Катар, и Бахрейн, и даже Саудовскую Аравию. И спрос на эти страны все равно намного, намного, на порядке выше, чем в 21-м или 19-м году. Но ниже, чем в 22-м. Равняться на тот безумный период вообще неправильно. И, кстати, два года назад все могло быть по-другому. Часть релакантов вполне могла сразу направиться в куда более знакомые на тот момент Тай и Индонезию. Просто эти страны тогда еще не сняли антиковидные ограничения. Но если говорить о недвижимости, в этих частях мира все-таки разный покупатель. Ближний Восток, и особенно Дубай, он для тех, кто переносит сюда бизнес, желая сохранить мировые связи. Ну, сохранить или наладить. Деловой мир в жарком климате. А Юго-Восточная Азия – это в первую очередь курорты. И жизнь здесь проще, демократичнее и в конечном счете дешевле. А дешевле очень важно. Именно стоимость жизни определяет планы релакантов. Недвижимость в полную собственность, открытие счетов, возможно, даже получение ВНЖ, а уж затем, как бонус, отдых на море. Это все про Ближний Восток. И инвесторы зарабатывают здесь часто на долгосрочной аренде. А в Юго-Восточной Азии покупка во фрихолд, возможно, не везде. Разрешение на постоянное проживание – задача решаемая, но куда менее формализованная. Наконец, доход от аренды поступает обычно все-таки от курортной недвижимости. Поэтому, оценивая описанную тенденцию, да, кто-то уезжает из Дубая на Пхукет, но масштабы миграции не надо преувеличивать. Просто два года назад, когда пересеклись украинский конфликт и ковид, люди поехали туда, куда было можно. В нашей традиционной объектной рубрике мы отправляемся в Грузию, точнее, в Батуми. Когда произносят название этого города, перед глазами обычно встает новый сверкающий центр курорта. Популярная раскрученная картинка. Но Батуми – это не только небоскребы. В окрестностях города есть интересные, в том числе в финансовом смысле, предложения. Это тоже вполне себе курортная недвижимость. Вот типичный проект в 6 километрах от центра, в километре от Батумского ботанического сада и в 150 метрах, подчеркну, именно метрах от моря. Дом построен, водопровод, газ, канализация, электричество. Все подведено, первые жильцы уже въехали. Важная особенность, вообще характерная для региона – квартиры очень разные. От 29 до 256 квадратных метров в конкретном проекте. Есть варианты совсем без отделки, есть варианты под ключ. Соответственно, разброс цен от 900 до 2000 долларов за квадрат – 45-50 тысяч за минимальный юнит. В Батуми до трех четвертей всех квартир сейчас покупают иностранцы, причем около четверти россияне. В конкретном проекте, кстати, жилье даже не резидент может приобрести в кредит на срок до 15 лет. Ипотека – вот эта возможность для сегодняшнего рынка уникальна. В общем, смотрите, ссылку и на конкретные предложения, и вообще на варианты в Грузии вы найдете в описании. А я на этом прощаюсь на неделю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем мира, всем безопасности. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok